добрый день друзья сегодня глядя на вот этот мой любимый нефролепис по моему это сорт соната хочу вас предупредить что мартовское солнце очень интенсивное лучи его уже обжигающие и вот буквально за два дня мой нефролепис получил вот такие ожоги на листьях видите омертвевшие такие ткани единственное что утешает что на теневой стороне он не пострадал здесь видите хорошие зелененькие вайки которые в принципе я надеюсь что растение очень быстро восстановится сухое по обрезаю может восстановится что-то новенькое выпустит всяком случае видите насколько быстрое растение пострадало от солнечных лучей поэтому все эти невыносливые растения отставляем уже непосредственно от окошечка и чтобы не получались вот такие ожоги как в моем случае или же ставим вот растения в тени других растений более выносливых и светолюбивых вот у меня здесь гипиаструм он любит свет никогда никаких ожогов не получает на ярком свету и в его тени может спокойно вот стоять здесь одиантум ему здесь комфортно и хорошо и естественно друзья конечно же режим полива опять-таки пересматриваем потому что земля уже стала просыхать намного быстрее еще одно любопытное явление вот крутя вертя вот этот папоротник оглядывая как он пострадал смотрите что я заметила вот этот листочек который пробивается из общей массы кружевных листочков это исходная форма которая в принципе так или иначе доминирует в самом растении именно на его основании трудились селекционеры и выводили нечто такое кудрявое кружевное и вот в данном случае вот эта родительская форма пробилась видите обычный папоротник который принципе часто встречается во всех наших домах квартирах офисах поликлиниках и здесь он тоже пробился кого-то вы знаете откуда-то взялся но это же одно и то же растение и вот такое любопытное явление еще где-то я видела у основания вот такой лист а потом по периферии он стал таким вот резным кружевным как общая масса все друзья вы получили от меня предупреждение желаю вам избегать таких ошибок как я до скорых встреч